Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет в принципе новое видео, вы набрали 200 лайков, красавчики, но я предлагаю повыше ставку в 300 лайков. Набирайте 300 лайков на этом видео и выходит новая серия по Амазингу, ну что ж пацаны, сегодня будет очень прям интересное видео, потому что в этом видео я почитаю сколько стоит мой аккаунт и вообще на какую сумму у меня имущество на аккаунте, там 500 миллионов, 200 миллионов, в принципе мы сегодня это узнаем, поэтому ставьте лайки, там подписывайтесь на канал, но перед этим хотел бы напомнить, что у меня проходит конкурс на 10 миллионов рублей, если что в моей группе ВКонтакте, 10 призовых мест по миллиону. Шанс выиграть очень большой, поэтому переходите по ссылке и участвуйте. Также можете вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Амазин Холли Плей. Также я хочу вам сразу сказать, что это видео снимает чисто ради контента, даже не чисто ради контента, исключительно ради контента, мне нет там какой-то мысли, знаете, повыебываться своим имуществом в игре, потому что это бред, выебываться вертами там имуществом в игре. Я думаю всем интересно, на какую сумму у меня имущество на аккаунте и сколько бы это вышло бы в реальных деньгах. Все, желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита, погнали! Ну что ж, пришло время посчитать все свое имущество, я уже все посчитал и буду вам просто говорить цены машин, каждую машину я показывать не буду, потому что у меня их 10 штук и показывать каждую нету никакого смысла. Я просто покажу вам карк и там уже буду называть каждую машину и буду говорить сколько она стоит. Всего, пацаны, у меня 10 машин, я буду говорить вам сумму, а потом уже в конце я скажу окончательную сумму, то есть итоговую сумму за 10 машин. Наверное, самое дорогое, что у меня есть на аккаунте, это именно машины, ну именно 10 машин, которые я очень сильно люблю и которые я очень сильно ценю. Итак, давайте в принципе пишем команду Slash Car и смотрим. Итак, первая машина это у нас BMW M5 F90, MUR 37, мне за эту машину, точнее даже не за машину, а за эти номера, предлагали в свое время 50 миллионов. Но это было давно, поэтому мы опустим эту цену до 30 миллионов, то есть BMW M5 F90, MUR 7 стоит 30 миллионов. Следующая машина Nissan GTR, на номерах 3S34, этот GTR я покупал совсем недавно за 38 миллионов и я сделал его в полный тюнинг, поэтому 40 миллионов. Следующая машина Mercedes-Benz E63S, E-шку я покупал еще очень давно, сейчас на первом серваке, E-шку нельзя купить в автосалоне, поэтому они стоят там от 8 миллионов и выше. Поэтому я оцениваю свою машину в 12 миллионов с этими номерами, тем более у меня на ней почти полный тюнинг, все кроме сигнализации. Мой любимый гелик, гелик я покупал еще давно, мне за него предлагали по-моему 60 миллионов, поэтому пусть ему будет что на 60 миллионов. Гелик в полном тюнинге на фулблате в принципе. Итак, мой любимый магнум в полном тюнинге с номерами M338, я в принципе его оцениваю в 40 миллионов. Да, в полном тюнинге он у меня госка 15 миллионов, ну плюс-минус получается, ну я его оцениваю в 40 миллионов. Да, я его возможно за эти деньги не продам, но я как бы этот магнум вообще покупал в мае, в мае, в мае за 50 миллионов без номеров и без тюнинга, чтобы вы понимали. На нем был только чип. Я не буду говорить старую цену, я просто скажу цену, за которую я бы мог его продать сейчас. За 50 лямов, скорее всего, я бы его не продал, а вот за 40 миллионов, возможно, я бы его продал. Следующая машина BMW M560, номера АМР восьмерки. Я эту Бэху покупал отдельно от номеров. Номера, вот чисто номера я купил за 30 миллионов, чтобы вы понимали. За 30 миллионов я купил эти номера. И BMW купил, получается, там за 5 миллионов. То есть, эта тачка стоит 35 миллионов. Идем дальше. Следующая машина Bugatti Chiron. Я ее не покупал, я обменял машин на 50 миллионов на эту Bugatti. Но Bugatti была не в фулл тюнинг, там только был чип и антирадар. Я ее сделал в ФТ, положил в нее, по-моему, 7 миллионов. И поставил еще на нее номера SOSCO. Я оценил его в Bugatti в 70 миллионов. Следующая машина, это моя недавняя покупка, про которую никто не знал. Это у нас, получается, гелик на номерах YouTube. Как бы гелик, это временное решение, потому что, ну, я эти номера купил вместе с этой машиной. Пока что у меня нет денег, чтобы купить, там, машину другую, чтобы поставить на нее номера. У меня даже доната нету, поэтому пока что эти номера будут, как бы, на гелике. Гелик я этот оцениваю, получается, в 30 миллионов. Потому что я вчера его купил за 30 миллионов. Итак, следующая машина, это Lamborghini Huracan с номерами Playboy. У меня ламба в полном тюнинге. Ну, допустим, вот, ламба в полном тюнинге стоит 20 миллионов. Плюс номера 15 миллионов. То есть, я оцениваю вамбу в 35 миллионов. Ну, и последняя машина, это Audi RS6, которую я тоже недавно купил за 45 миллионов. Ну, и, в принципе, я ей даю цену в 45 миллионов. Пацаны, итоговая сумма всех машин у нас получается 397 миллионов. То есть, все эти машины вместе, если сложить, это, получается, 397 миллионов стоят все мои 10 машин. Итак, следующее, о чем бы я хотел сказать, это мой дом на Рублевке в Южном. Вот, именно в Южном у меня находится дом на Рублевке возле Анашана. Я этот дом, как бы, не покупал, я его обменял. Но сейчас такой дом можно продать за 45 миллионов. Вы, вот, можете посмотреть, что это действительно мой дом, как бы. У меня в нем куплены все улучшения, просто все улучшения у меня в этом доме куплены. И я оцениваю этот дом в 45 миллионов. Я честно говорю, мне уже предлагали 45 миллионов за этот дом. Но я его продавать не вижу смысла, потому что, когда выйдет глобальное обновление, мне все равно придется покупать дом. Тем более, я постоянно езжу на Магнуме, и мне нужно чинить целостность постоянно, там, чтобы топливо не уходило. Поэтому смысла продавать этот дом даже за 45 лямов я не вижу. Поэтому продавать его не собираюсь. Пусть у меня будет, в принципе, до глобального обновления. Но уже после Го посмотрим, что с ним сделают. И там уже решу, оставлять мне этот дом или продавать. Ну что ж, следующее, что бы я хотел вам показать. Это наш особняк семьи, который находится так же возле Анашана, как и мой дом. Вот, в принципе, у нас вторая улица. И вот второй особняк слева, получается. Этот особняк принадлежит моей Фоме. Я его покупал еще очень давно. Ну, реально очень давно. Ну, примерно где-то, ну, почти два года назад я покупал, как бы, этот особняк. Вот, давайте подбежим, посмотрим. Как бы, вот. Это особняк нашей Фомы. Вот, Family Kirill Game. Открытый. Госко, у него 30 миллионов. Ну, я думаю, такой особняк возле Анашана можно продать за 70 миллионов. То есть, особняк стоит 70 миллионов рублей. Также, конечно же, у нашей семьи есть машины. Вот эти все машины. Я вам показывал их в предыдущем видео. Кто не смотрел, можете, в принципе, посмотреть. И вы посчитали, что все машины Фомы стоят 43 миллиона рублей. Пусть он так и будет. В принципе, я вроде пересчитал. Так оно и получается. Все машины Фомы стоят 43 миллиона рублей. То есть, 70 миллионов плюс 43. Получается, 113 миллионов стоит особняк и машины. Это довольно-таки неплохо, я считаю. Итак, следующее, что бы я хотел вам показать. Это мой бизнес, который мне очень сильно нравится. Ну, реально, это самый топовый бизнес, который я хотел. И про который я мечтал очень давно. Это, в принципе, пацаны СТО в городе Арзамас возле ТРК. Давайте я вам покажу в GPS, для тех, кто не знает, где он находится. Вот пишите GPS, получается. Шестой пункт бизнеса. И вот пятый пункт СТО. И вот, 33 бизнес, Family Кирилл Гейм. Это СТО именно мое, которое находится возле ТРК в Арзамасе. Кому интересно, можете сюда приезжать, там, тюнить свои машины, чинить их там и так далее. Итак, сколько стоит все-таки этот бизнес? Мне предлагали где-то месяц назад за него 250 миллионов. Но, как бы, пруфов у меня, конечно, нету. Поэтому, давайте скинем цену до 200 миллионов. То есть, я оцениваю свой бизнес, там, 200 миллионов. Хотя, естественно, за 200 миллионов я бы его не продал. Я бы минимум продал бы его за 300 миллионов. Потому что, во-первых, это топовый бизнес. Во-вторых, я просто не хочу его продавать. Поэтому, пацаны, оцениваем этот бизнес в 200 миллионов рублей. Давайте я вам покажу в бусинесе, что вот как это все выглядит. Да, это действительно мой бизнес. Как бы, вот, владелец Кирилл Путбуль, госконя 20 миллионов. Оплачен, в принципе. Давайте, для тех, кому интересно, возможно, покажу финку. Да, пацаны, она здесь упала. Когда я купил его, здесь финка стабильно была от 2 до 7 миллионов. Сейчас, конечно, такой финки нету. Но выйдет глобальное обновление. И, я уверен, финка будет нормальная. Ну, а так, финка, видите, вот, недавно была. Почти 2 миллиона. Лям 700. Вот, 2 миллиона вчера была финка. Ну, финка, знаете, такая, ну, нестабильная. Вот, лям 800, лям 800, лям 900, лям 200. Ну, финка довольно-таки неплохая, реально, довольно-таки неплохая. Да, бывает, а мало приходит, там, 500 тысяч в день, 300 тысяч в день. Но бывает, там, по 2 миллиона, по ляму, по полтора ляма. Я считаю, это тоже даже неплохо. Ну, и последнее, что у меня осталось, это, в принципе, мой скин, получается, который в магазине одежды стоит 3 миллиона. Но, недавно я продал такой же скин за лям 500 на рынке. Поэтому, оценим этот скин в лям 500. Также у меня есть сим-карта, в принципе, 4 семерки, конце 0. Донатная сим-карта. Ну, я оценю ее, там, ну, в 1 миллион. То есть, плюс 2,5 миллиона еще получается. Пацаны, какая получается итоговая сумма? Вы готовы ее услышать? Я просто был в шоке. Хотя, на самом деле, я думал, что получится больше. Если что, я вам заранее говорю, то, что я снимаю это видео чисто ради контента, а не для того, чтобы там повыебываться своим имуществом. Мне это и нахер не нужно. Я не такой человек, что буду выебываться своим имуществом. Это видео чисто сделано для вас, то есть ради контента. Итак, итоговая сумма, пацаны. 757 миллионов 500 тысяч рублей. 757 миллионов 500 тысяч рублей. Это мое все имущество получается, чтобы вы понимали. И осталось нам почитать, сколько это получается в реальных деньгах. Давайте сюда встанем, чтобы никому не мешать. И почитаем, сколько это получается. Пишем команду слэш донаты. И смотрим. Так, так, перевести. Где-то в рубли. Перевести мазинги в рубли. Так, получается у нас 1 мазинг. Это 2000 игровых рублей. То есть, у меня получается 757 миллионов. Давайте округлим 750 миллионов. Просто округлим. Это получается, что мой аккаунт стоит 325 тысяч рублей. Ну, то есть, если вы задонатите 325 тысяч рублей, то у вас выйдет 750 миллионов. Игровыми деньгами. Вот, допустим, вы там задонатили. Вы пишете вот так вот. 300, сколько я говорю? 325. 325 тысяч. Если вы приведете эти деньги, этот донат приведете в деньги, то это получится 750 миллионов. То есть, получается, мой аккаунт в реальных деньгах стоит, ну, грубо говоря, 330 тысяч. 330 тысяч стоит мой аккаунт просто в игре. Я это, пацаны, почитал для того, чтобы продать аккаунт. Если что, если вдруг меня смотрят админы разработчики, я это почитал чисто так, для интереса. Я не собираюсь свой аккаунт продавать и никогда его не продам. Потому что я вложил в этот аккаунт много сил, времени. Ну что ж, я думаю, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте вводить мой ник при регистрации. Набирайте 300 лайков на это видео и выходит новая серия. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok